Привет, друзья! Каждый раз, заново и заново, снова и снова возникают вопросы. Ну, в основном женщины пишут, как нас успокаивает Ваш видео, как нам это помогает. Ну и мужчины тоже так пишут, что это очень крутые наши ролики, такого в интернете нет. Ну это естественно, потому что это не я, это школа человек будущего, хомофутурс. Потому что в тех приёмах, которые я показываю, а иногда и вместе с кем-то из участников школы мы показываем, обмениваемся опытом и так далее, там есть новые и новые вещи, которые настолько поразительно простые, что до них поэтому и додуматься было сложно. Ну, потому что, как говорится, то, что перед носом мы не видим, надо немножко встать на расстояние. Лицам к лицу лица не увидать, говорил Есенин, большое видится на расстоянии. Это большое на самом деле. Метод ключа – это очень большое. Этим мы отличаемся от Кашпировского, например, и от других психотерапевтов, которые привязывают к себе людей, а мы даём советы, чтобы человек мог сам регулировать своё состояние, психофизиологическое состояние. Это очень важный момент, это самый важный момент. Поэтому Фрейд начинал, например, с гипноза, развивался, развивался и в конечном счёте создал психоанализ. Поэтому Брэк, поэтому Юнг, поэтому они все, и Шульц, который создал аутогенную тренировку, мы все начинали с гипноза. Все начинали с гипноза именно потому, что гипноз показывает, как же мозг работает, позволяет в это окно заглянуть, таинственных явлений человеческой психики, возможностей заглянуть туда. И поэтому все интересуются люди, любознательные люди. Я тоже был в своё время любознательным, ещё будучи школьником и студентом мединститута, я уже занимался гипнозом. А потом, в конце концов, понял, что те люди, которые, например, во время гипнотических сеансов вдруг выходят на какое-то состояние, делают всякие движения, так если показать человеку осознанно, понять это, я же потом только понял, через десятки лет. Я смотрел эти сеансы, тоже у Кашпировского смотрел, и удивлялся, поражался, до каких возможностей можно дойти с помощью телевидения и так далее, если человек талантливый, гениальный, создал такую систему, лечить по телевидению людей, даже хирургические операции проводил. Но я там увидел, знали, что они, когда выходят на состояние, они делают всякие такие спонтанные, он им не говорил, делайте вот так. Они сами выходили и делали так, потому что если человек резко раскрепощается, выходит на состояние лёгкого транса, у него возникает поточное состояние нирвана, у него возникает состояние безмятежности, голова как пустая, он как в раю, и один делает вот так, один делает вот так, они сами спонтанно это делали. Я догадался тогда, вот в чём моё открытие. Я догадался, если предложить человеку делать вот так, он и войдёт в это состояние, и не надо там быть гипнотизёром. Но чтобы он так делал, а вдруг это ему не подходит, а ему подходит вот так, а третьему подходит вот так, а четвёртому подходит вот так. Поэтому даёшь ему разные варианты разных действий, он их перебирает, находит то, что ему подходит. Вот это метод подбора путём перебора, принцип ключа. Подбери ключ себе. То есть перебирая разные варианты движения по 10-15 секунд, попробуй, какой тебе подходит. То есть как? Что значит подходит? То, которое тебе проще, комфортнее, которое хочется продолжать. Это значит, ты легко входишь в ритм этого действия. Один ходит в ритме бега, другой в ритме плавания, третий, когда боксирует, четвёртый, когда на лодке вёслами гребёт. Ну, у каждого своё. И перебираешь, и попадаешь, и у тебя снимается стресс, у тебя появляется такое прекрасное состояние, такое миротворное, бесконечное, вечное, безвременное. Такое состояние отдохновения. Такое состояние, которого давно не было. Ты даже вспомнить не можешь, когда оно у тебя было. А, оказывается, было, когда массаж тебе делали там год назад. А, оказывается, это было, когда ты в санатории пять лет назад был. Плавал там в море. А, оказывается, тогда, когда ты высыпался, как следует, ты музыку слушал. А, и вдруг, оказывается, ты это можешь получить у себя дома, когда нет рядом санатория, когда нет денег поехать на курорт, когда у тебя нет времени ходить на фитнес и заниматься там. Это фитнес то же самое, повторение всех этих движений, только в разных формах. Так вот оно что. Человек всё несёт в себе. В нём вся эволюция человеческого развития. В нём. И когда он снимает эти лишние напряжения, блоки сознания и тела, нервно-мышленные зажимы снимает, а снимает, когда он путём подбора, при переборе по критерию максимальной простоты и комфортности. Выходит на самое себя. Это ключ к себе. А что значит в себе? Да ты же творец. Ты же творческая личность. Ты понимаешь, ты когда снимаешь страх, вот эти блоки сознания и блоки тела, это же сад страха, это же адреналин, ты готов ко всему, ты сжимаешься, а тут ты снял, это хорошо, а это нирвана. Это кайф. Короче говоря, не получается ли залипание на этот кайф, как на наркотик? Нет, я вообще столько лет работаю, я уже сколько лет? У меня сейчас 71, я из них больше половины лет. С 81 года я это придумал, в Центре подготовки космонавтов, для моделирования состояния невесомости в земных условиях. Ну, я группу космонавтов предложил, которые летали в невесомости, сесть и вспомнить вот это состояние невесомости, у кого-то руки поплыли, у кого-то нога стала подниматься. Я один говорю, ой, у меня голова освободилась от усталости, а другой говорит, а у меня зуб перестал болеть, что это такое? А кто-то сказал, да это же ключ. И пошло-пошло название ключ. Ну, ключ имеется в виду к любой проблеме. Другую группу предложил, которая вообще никуда не летала, ни в какой космос. А поскольку они не летали, я не мог им сказать, представьте себе, что в космической невесомости. И я им сказал, вот это то, что у них получалось. Представьте себе, что руки всплывают. И он стал представлять, и тот стал представлять, и у кого-то рука пошла, у кого-то палец пошел, у кого-то голова пошла. И тоже возникло это состояние. Вот это состояние освобождения, внутренней свободы, эндорфинное состояние, нирвана. Вот это эталон свободы. Когда ты совершенно без страха, без комплексов, без стереотипов, шаблонов мышления, и авторитетов, без ничего, как Расул Гамзатов мне сказал, как будто начальника нет. Вот это такое состояние, когда ты и вселенная, ты вот понимаешь, вот ты конкретные, и вечность, вот это безвремение, вот это состояние свободы, это состояние как раз таки, как говорится, космос над нами, и этика внутри нас, как Кант говорил, откуда у нас совесть. Лучше она оттуда и берется, что все взаимосвязано, законы все едины, для человека, для космоса, для планет, для всего. Поэтому я и в Центре подготовки космонавтов это и создал. Я понял, что это помогает многим людям, это помогает не только космонавтам быстрее адаптироваться к полетам, это помогает людям на Земле, испытывая это состояние внутреннего освобождения, снятия вот этих зависимостей, комплексов и стереотипов, они могут быть изобретателями. Если он думает над чем-то в этот момент, размышляет над чем-то, а поскольку нет страха, нет комплексов, стереотипов, шаблонов мышления, он и создает изобретение. Так Тесла же назвал это контактом как-то, он назвал с абсолютом. Да, это мой друг Сергей, как раз таки из Карла Увар, который делал программу там детокс, мой друг. Да, он там преподавал метод в своей собственной программе детокса. Вставлял ключ. Да, я могу напомнить, покажу вам в следующий раз, куда-то я положил, у нас есть проспектик, где наши фотографии, Сережа мне прислал, и там моя картина, а вот она, Ангел Турбач, моя картина Ангел Турбач. А вот это было в санатории в Карла Уварах, а это проспект Сергея Степанова. Сейчас я покажу его, мой друг. Вот он, Сережа. Очень талантливый, очень талантливый, очень... Да, это он мне про Тесла сказал. Что, оказывается, Тесла с этим состоянием, видимо, встречался, и понимал. А вот его в санатории, где он программу детокс проводил. Да. И вот он сделал этот проспектик. Проспектик сделал. И вот ключ, вот здесь даже моя физиономия. Вот. А это у меня картина, которая называлась у меня там «Гонки в Чинггао». Потому что я Чинггао обучал, ездил в Китай, обучал парусный спорт. На Олимпийских играх нашу национальную сборную по парусу. Да. Ну, ничего, ничего. У нас много чего интересного. Я еще потом расскажу. И вот чем в результате скажу сейчас. Чем мы отличаемся от всего, что есть. Мы тоже даем не шаблон. Делай так. А мы даем ключ. Это не какой-то конкретный прием. А это принципы новые. Принципы, которых раньше в мире не было. Ни в йоге, ни в цигуне, нигде не было. Принципы подбора путем перебора по критерию максимальной простоты и комфортности. И когда человек делает эти действия по критерию максимальной простоты, то есть естественности, то есть синхронности, то есть то, что тебе абсолютно подходит на 100% и даже больше, то, что ты делаешь без всякого труда. А так ты еще и делаешь обычно. Просто не обращаешь на это внимания. Ты раскачиваешься, ты делаешь эти движения. Ну, в общем, потом это все. Вопрос в этом отличается тем, что не привязывать себе своего участника, группы пациента, клиента для психолога там или психотерапевта. Зачем его привязывать? Поэтому и Шульц написал, когда он создавал аутогенную тренировку, что мечтаю создать систему, с помощью которой человек мог бы управлять своим состоянием без всякой зависимости и необходимости в гипнотизере. Ну да, конечно, мы все, и Фрейд, и Шульц, и я, и Юнг, ну все мы вышли из гипноза. Потому что гипноз на самом деле удивительно интересный. Я вам потом в следующий раз как-нибудь расскажу все-таки. Мы делали много роликов про это. Но поскольку YouTube-канал Новичок, например, заходит, он даже не догадается посмотреть там год назад или три года назад. только свежее смотрит, а тоже все сразу в одном ролике не скажешь. А мы делали, что такое гипноз, что такое там, много чего делали. Да, я... Многие гипнотизеры берут просто наши методики по ключу и используют для того, чтобы гипнотизировать своих негипнабельных пациентов. Но я вам говорю, не надо так делать. Надо наоборот повышать свой профессиональный уровень, обучаться, что такое метод ключ, да, и учить своего пациента, клиента. Тогда, когда он, твой клиент или пациент понимает, как это управлять своим состоянием, он становится тебе сотрудником, коллегой и сам помогает тебе в деле своего собственного оздоровления, обучения или тренировки. Вот что важно. Ну ладно. До встречи, друзья. Будет очень интересно, потому что я обещал вам, я сейчас скажу еще раз, что будут сейчас очень интересные дела происходить. Это большой шанс для каждого из нас проявиться как личность и улучшить мир. Да, улучшить тебя и мир вместе с этим. Да, чтобы было все лучше, чтобы все были здоровы и любили друг друга. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok